Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 27 сентября, и весь христианский мир отмечает великий праздник воздвижения честного и животворящего Креста Господня. В IV веке император Константин Великий решил, не страшась трудностей, отыскать утраченную святыню, Крест Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в поход в святую землю. Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, там, где произошла страшная казнь Сына Божьего. Только на том месте уже возвышался языческий храм. Храм был уничтожен, и раскопки длились несколько дней. И вот поутру рабочие наткнулись на три креста. Только неизвестно было, какой же из них тот самый. К этому времени один из рабочих сильно заболел. Даже не мог держать лопату. Ради любопытства он подошел к одному из крестов и коснулся его. Тут же тело его наполнилось силой, и хворь отступила. Так царица Елена поняла, это тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. Патриарх Макарий, видя это чудо, пожелал прославить великую радость, обретение честного и животворящего креста Господня, воздвигнув его над собравшейся толпой. Народ, видя крест Господень, молился со словами «Господи, помилуй!» Святая равноапостольная царица Елена возымела благочестивейшее желание на месте Голгофы воздвигнуть величественный храм в честь воскресения Христова. Спустя почти двести лет персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди множества сокровищ он забрал древо, животворящего креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет, а после с боем была возвращена на землю обетованную. Как складывалась дальнейшая судьба святыни, неизвестно. Известно только то, что часть креста Господня покоится в ковчеге, в алтаре греческого храма воскресения в Иерусалиме. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Ивана и Яна. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!